Стали известны все имена нового состава Мажлиса 7-го созыва. Сегодня Народная партия Казахстана объявила список депутатов своей фракции. МПК в парламенте представят 10 человек. Сегодня за их кандидатуры проголосовали члены объединения на 17-м неочередном съезде. Наша коллега Жанна Алпспаева сейчас работает на месте. Жанна, добрый день. Расскажи, кто прошел вновь, а кто впервые? Жанна? Три фамилии нам всем давно известны. Вновь в парламент прошли Жанбул Ахмедбеков, Айкон Конуров и Ирина Смирнова. Кстати, женщин в списке НПК всего две. И по словам главы фракции партии, пока не удается соблюсти условия квоты, согласно которой 30% должны быть женщинами и молодежью в возрасте 30 лет. Кроме действующих депутатов Мажлиса, Конурова, Ахмедбекова и Смирнова, входят Альбек Паяев, Сергей Решетников, Пайзулак Каменов, Газиску Кулахметов, Ирлан Смайлов, еще двое. На сегодняшний момент планируется, что во фракции у нас две женщины, и они достойно займут свое место в противниках комитета. На выборы Народная партия потратила почти 400 миллионов тенге. Всего в списке кандидатов от НПК были 113 человек, в рядах же 115 тысяч. Напомню, из партии выбыл главный коммунист Владислав Косарев. Он занимал место депутата несколько сроков. Журналисты заметили некоторую обиду с его стороны. И вот сегодня его здесь, на съезде, также нет. Ну, я думаю, надо спросить это у него. Мы на него не в обиде. Это человек, устоявшийся взглядом. И мы считаем, что он имеет право на свою точку зрения. Ну и, соответственно, положено ему действие в этом плане. Ну вот таким образом сформирован новый созыв Мажелиса парламента. Напомню, большинство мест заняла партия Нур-Утан 76, а к Жолу досталось 12, НПК 10. И от Ассамблеи народа Казахстана выступят 9 человек. Итого 107. Нашумевшей новостью стало то, что в политику вернулась Даригана Зарабаева. Какую позицию именно она займет, станет известно совсем скоро. Первое пленарное заседание 7-го созыва Мажелиса ожидается в пятницу, 15 января. У меня же на этом все. Жалгас, передаю слово тебе. Кстати, Жанна, в пятницу и ожидается, что новоизбранные депутаты будут представлены. Напомню, будет совместное заседание Палат Парламента, где также с обращением к новому составу Мажелиса выступит президент Касымжимар Тукаев. Предположительно, в этот день будут определены новый спикер Нижней Палаты, лидер большинства и лидер оппозиции. А сейчас о потрате...